Всем привет! Меня зовут Семен. И мы продолжаем проходить последнюю волю Шерлока Холмса. Это вторая серия. В прошлой серии нас ввели в курс событий. Нашего героя Шерлока Холмса подставили. На него пытаются повесить кражу о жерелье. И мы остановились вот в этом кабинете епархии, где нашли искореженный труп, изувеченный труп епископа, к которому мы шли навстречу. Немножко заговариваюсь я, да ничего страшного. Давайте начнем насматриваться в этой комнате. Начнем с персонажа и по часовой стрелке. Этот... Что-то типа камина, что ли, будет последним? Помощник епископа, что ты нам скажешь? А ты нас останови. Ватсон, ваше соображение. Понятно. Понял, нас не выпустят, пока мы не решим все головоломки в этой комнате. Здесь у нас ничего. Что написано в столе? Кровь, да? И ручка испачканная. И что ты встал? Хирургический скальпель. Он покрыт кровью. А, это скальпель. Скальпель, покрытый кровью, он у нас. Как его изучить? Никак. Понял, пока он нам не пригодится. Выход на террасу. На двери веранды нет следов взлома. Странно. Вы можете дать мне ключ? Нет. Вам тут нечего делать. Я зову полицию. Может, не стоит с ним спорить, Холмс? Может, позволите мне решать, Ватсон? Так, у нас появились какие-то соображения. Дедуктивная таблица. Давайте посмотрим. Веранда. Веранда не была обыскана. Как их связать? Убийцы искали что-то конкретное. Убийцы напали не на того человека. Епископ застал убийцу расплох. Понял. Уже наше первое дедуктивное заключение. Очередная комната. На этой двери нет следов взлома. Куда она ведет, преподобный? В комнату его преосвященства. Там только матрас и стул. Так, ну давайте мы зайдем в нее уже после того, как закончим здесь. Портрет Перегрина Мейтланда, командира пехотной бригады гвардейцев Ее Величества, Приватерло. У епископа Найтсбриджского то же имя, что и у его предка. Прославленное семейство. Епископ гордился своими родственниками. Это нормальное явление. Сейф. Так, и тут у нас первая головоломка, да, я так понимаю? Повернуть. Изучить. Мне не хватает информации. Мне нужно что-то еще. Сюда нужно что-то вставлять. Мне не хватает информации. Ладно, вернемся к ним попозже. Это что-то, чем можно было бы открыть сейф. Есть у вас какой-нибудь инструмент? Нет. Пойдите к черту. Чего вы боитесь, преподобный? Что там внутри? Я ничего не боюсь. На самом деле у меня есть то, чем можно открыть сейф, но отдам я это только в руки представителю закона и никому другому. Какой-то нервный поп нам попался. Поп. Так, внизу. Присесть я не могу, но садится автоматически. Так, здесь у нас что, какие-то ремни? Плетка? Что у нас? Садомазо-атрибутика? Это дисциплина. Плеть для самобичевания. Есть такое дело. Монахи балуются такой же штукой. Это волосиница для умерщвления плоти. Епископ носил ее в знак покаяния. Этот набожный человек применял к себе покаянную практику умерщвления плоти путем бичевания. Здесь ничего. Скальпель мы можем применить? Пирочинный нож, спички. Для чего они нам? Это волосиница. Этой металлической булавкой застегивали волосиницу. Вот, мы достали булавку. Возможно, с ее помощью сможем поковыряться в сейфе. Может быть, я еще что-то найду? Это волос... Нет, вроде больше ничего. Да, есть у монахов практика самобичевания, тем самым они якобы служат Господу, ограничивают себя, умерщвляют свою плоть. Не будем их осуждать. Как говорится, каждый точит как хочет. Ладно, уходим из этого ящика. Больше ничего у нас нет в шкафу, кроме посуды. Чайный столик, на нем ничего. Так, давайте предметно изучим. Стол, за которым работал епископ. Здесь на полу что-то у нас валяется, баночка какая-то. Разбитая глянка и кровь возле горлышка. Какой необычный запах. Фу. Похоже, химические реактивы. И еще одна работа для дудиктивной таблицы. Что у нас там за идеи появились? Давайте посмотрим. Сейф. Убийцы не смогли открыть сейф. Склянка. Склянка разбита и на ее горлышке следы крови. Убийцы заставляли епископа пить кровь. Убийцы заставили епископа выпить содержимое склянки. Убийцы пытали епископа битым стеклом. Пока не будем делать выводы, может быть что-то еще найдем. Что у нас здесь? Стул весь крови. Печать. Этим пресс-попье, видимо, его били. Внизу еще разбитое. Разбитое бутылка виски. Стекло. Странно. Епископ Найт-Бришский слыл аскетам и трезвенникам. Видимо, кто-то пил за него. Или, может быть, заставляли его пить. Видны отпечатки пальцев со следами крови и грязи. Похоже, что злодеи, пытавшие епископа, находились под воздействием алкоголя. Пытали и бухали, да? Не веселились, ребята. Так, что за веревка я могу изучить? Похоже, что нет. Давайте зайдем с этой стороны и подойдем. Это что сейчас было за значок? Так, кочерга. Небольшой каминчик. Эта печь переполнена. Эта печь переполнена. Так, возьми кочергу да поковыряйся, нет? Нелогично. Ладно, давайте посмотрим на самого епископа. Давайте начнем снизу, пожалуй. Так, здесь у нас есть... Нет, я не могу ее взять. А вот веревка данного ступна. Веревки, которым связали несчастного. Да, не самые приятные эмоции епископа испытывал, когда его пытали. Хм, я бы сказал, что он носит обувь девятого размера. Вы? Но что это значит, Холмс? Несчастному связали ноги под коленями, чтобы не дать ему ходить, оставив при этом свободными ступни. Ну, то есть, тем самым они обездвижили его, чтобы сжечь ему ноги. Отрубленный палец. Палец. Он явно принадлежал не епископу Найтсбриджскому. Чудовищно. Чей-то чужой палец. Интересно. Чудовищные ожоги. Ну да, ноги полностью обожжены. Что, их, похоже, совали в эту печь. Вроде все мы здесь изучили. Сейчас я быстренько прибегусь еще. Может быть, я где-то что-то пропустил. Да нет, вроде. Все. Давайте двигаться выше. Посмотрим на руки. Ох, какие искореженные кисти. Да, пальцы ему ломали. Боюсь даже представить, как это больно. Пальцы переломаны и раздроблены. Господи, Холмс. Этого человека жестоко пытали. Ну, капитан очевидность. Доктор Ватсон. Но пальцы у него все на месте. Из чего и Шелак Холмс и сделал вывод, что палец, который мы подобрали с пола, не принадлежит епископу. Ну, мы уже нашли пояс. Самобичевание, которым и были нанесены эти раны. Пальцы переломаны и раздроблены. Так же, как и на правой руке. Вроде все, с руками мы закончили. А нет, что-то еще есть. Мы задрали предплечье, сняли целые куски кожи. Что скажете, Ватсон? Я бы сказал, что вы пытались сожрать заживо. Однако я заметил странную дегенерацию кожных покровов вокруг раны. Странная дегенерация, да? Давайте подниматься выше. Привет, симпатяга. Давайте двигаться снизу вверх. Ему изрезали грудь. И я бы сказал, что сделали это очень острым и тонким ножом. Нет сомнений, что раны на теле епископа нанесены этим скальпелем. Тот самый скальпель, который мы нашли на письменном столе. Давайте посмотрим, что у него с лицом. По выражению лица видно, что он перенес страшные мучения. Кровь на губах и вокруг. Между зубов видны фрагменты кожи. Мой дорогой друг. Все указывает на то, что он сам обглодал собственные руки. Это немыслимо, Холмс. Или он сам обглодал собственные руки. Или это плоть человека, которому откусил палец. По крайней мере, это первое, что приходит мне в голову. Так, похоже, с епископом мы закончили. Да. Все значки отображаются зеленым цветом. Давайте попробуем поработать с таблицей дедукции. Здесь чего-то не хватает. Да ну, что бы это могло быть? Обувь. Ватсон, на нем нет обуви. Он без обуви. Соответственно, давайте перед тем, как зайти в следующую комнату, поработаем с таблицей дедукции. Может быть, какие-то выводы мы уже сможем сделать. Так. Так. К склянке у нас больше нет никаких дополнений. Епископ грыз собственные руки. Ну, Шайлок однозначно в этом уверен. То есть, моя теория с пальцем не верна. Покаяние. Епископ умершлял свою плоть. Он привык к боли. Пытка. Жертву жестоко пытали. Эти два события можно связать в одно. Епископ не сдался под пытками. Епископ наказал себя слишком жестоко. Епископ не выдержал пытки. Я думаю, епископ не сдался под пытками. Этот вывод напрашивается. Видимо, мы верно выбрали. Убийцы не смогли открыть сейф. И все эти факты сейф, пытки и покаяния мы связываем в один вывод. Убийцы епископа нашли, что хотели. Убийцы епископа не получили то, зачем пришли. Я так понимаю, верно? Убийцы епископа не получили то, зачем пришли. Хорошо. Это уже хорошо. Так, еще у нас какой-то факт есть. Нехватка. С епископа сняли обувь. Так, ну вроде на данный момент у нас все цепочки умозаключений завершены. Кроме этого. Но я не уверен в выборе, поэтому давайте пока оставим. Изучим комнату, где епископ обитал, его опочивальню. Да, все аскетично. По-монашески. Здесь у нас ничего. На кровати. Спальня епископа. Очень аскетичная. Здесь нет ничего интересного. Ладно, я переоценил значение этой комнаты. Так, ну первое, что мне приходит в голову, это поковыряться в сейфе. Той заколкой, которую мы нашли на его садомазохическом поясе. Давайте с ее помощью и попробуем. Мне не хватает информации. Так. Давайте возьмем ее. И используем здесь. Видимо, я не могу ее применить здесь. У меня нет выбора. Ладно, давайте поболтаем. Может быть, этот испуганный товарищ нам что-нибудь расскажет. Ватсон, ваше соображение. Так, и вот мы дошли в первый тупик, да? Здесь мы вытянем. Заколку я применить тоже не могу. Склянка. Может поковыряться склянкой? Мне нужно что-то еще. Нет. Видимо, я что-то пропустил. Давайте попробуем интуицию. Нужно выйти на веранду. Там мы явно получим какие-то ответы. Веревка. Для чего нам веревка? Ну, явно сюда она неприменима. Мне нужно что-то еще. Сюда я, в принципе, не могу применить никакой предмет. То есть, все, что имеется у меня сейчас бесполезно. Может быть, можно что-то скомбинировать? Нет. Ну, это глупые комбинации. Ну, как показывает практика. В некоторых квестах самые неочевидные решения правильные. Что-то я пропустил. Осталось выяснить, что. Что-то я не могу сейчас уйти. Так, давайте покопаемся. Давайте попробуем открыть дверь. Закрыто. 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 С разными предметами. Хотя я сомневаюсь, что это будет закрыто. Вещь полезная. Здесь мы все изучили. Так, появилась у меня идея. Может быть, ботинки внутри этого котла. Только как туда посмотреть? Давайте попробуем сделать какой-нибудь вывод из склянки. Так, банка разбит. Ну, я думаю, епископа выпить содержимое склянки. Это, мне кажется, очевидный вариант. Нет? Ни один из вариантов не помогает. Так, ну ладно. Давайте попробуем еще оглядеться. Что-то поискать. Может быть я что-то упустил. В таких играх нужно быть предельно внимательным. Каждая деталь имеет значение. О! Следы. Аккуратней, Ватсон. Смотрите под ноги. Надеюсь, вы заметили следы на земле. В самом деле. Грязные отпечатки. Следы ног, Ватсон, зачастую могут рассказать больше, чем целая толпа осведомителей. Да, если только уметь их понять. Это элементарно, Ватсон. Для начала исключим из картины следы наших с вами ног. А также следы его преподобия, которому так не терпелось поскорее вызвать полицию. Так. Будем копаться в следах, да? Вопрос 1. Как звучит? Сколько было преступников? Вопрос 2. О чем рассказали следы преступников? Так, ну давайте покопаемся. У нас есть лупа, у нас есть... Измерите длины, да? Так, ну я вижу, что... Этот ботинок отличен от всех остальных. Следы от дорогих ботинок. И похоже свежие. Это не башмаки рабочего. Вот эти 3 выглядят одинаковыми. Я бы даже сказал... Вот эти 4 выглядят одинаковыми. Нет. Нет, нет, нет. Здесь больше... Впадин, да? Вмятин. Давайте попадем по порядку. С этого мы начали и по часовой стрелке. Так, у нас есть дорогие сапоги и сапоги работника. Давайте измерим их. Каждый. Размер 9. Размер 9. Такой он говорил у епископа был. Его было предположение. Предположение Шерлока Холмса. Так, а сапоги рабочего? Размер 9. Тоже размер 9. Два одинаковых размера. Ладно, возьмем третий сапог. По часовой стрелке, как я и говорил. Ничего. Размер 9,5. Этот уже отличается размером. Давайте его изучим. Подбитые гвоздями башмаки. Такие носят рабочие. Тоже рабочие, но другого размера. То есть, людей уже было минимум двое. Следующий сапог. Не нужно что-то еще. Следующий сапог давайте изучим. Там еще есть какая-то деталь, типа камешка. Обломок камня. Любопытно. Обломок камня. То есть, подвиждает принадлежность сапогов. Поношенные ботинки с необычным рисунком подошвы. Необычный рисунок подошвы. Соответственно, это уже третий человек. Давайте измерим. Размер 9. Тоже 9 размер, да? Ладно. Следующий. Размер 9,5. 2,9. 2,9. 2,9. 2,9. Подбитые гвоздями башмаки. Такие носят рабочие. Так, ну это говорит о том, что человека было 2. Если последний отпечаток не принесет никаких сюрпризов. Подбитые гвоздями башмаки. Такие носят рабочие. Размер 9. Так, у нас 3,9. И 2,9,5. А где еще один отпечаток? Что здесь? Одноногие кто-то бегал? Ладно, мы исключаем башмак, который Шерл Холмс предположил носит богатый человек. Возьмем два сапога рабочих. Попробуем ответить на вопросы. Мне нужно что... Промахнулся. Сколько было преступников? Ну, все указывает на то, что и было дурак. Начнем заново. Ага. А если их было трое? Неправильно. Отлично. Теперь мы знаем, что злодеев было трое. Злодеев было трое. Ну что, один из них был в разных сапогах? О чем рассказали следы преступника? К вошедшим преступникам присоединился еще один. Один вышел в других туфлях. Одного несли, чтобы он не оставил следов. Все вышли, прыгая на одной ноге. Забавный вариант, но... Неправильно. Начнем заново. Я так понимаю, что игру можно пройти простым перечислением вариантов? Неправильно. Начнем заново. Ну, здесь остается 50 на 50. Я требую подсказку зала. Еще дно, но так и есть. Один из них ушел отсюда уже в другой паре обуви. Перед нами следы трех человек. Эти люди зашли и вышли, но на одном из них, когда он уходил, была уже другая обувь. Осталось найти рабочего, который носит пару итальянских туфель. Появились новые цепочки в таблице дедукции. Давайте посмотрим. Пойдем снизу вверх. Ниже нам уже некуда. Обувь. Один из убийц ушел в чужой обуви. Соответственно, он ушел в обуви епископа. Я прав? Прав. Из чего мы можем сделать вывод? Убийцы-бедняки. Правильно. И связываем два факта. Убийцы искали что-то конкретное. Один из убийц и убийцы-бедняки связываем в то, что... Конечно, хотелось бы выбрать, что убийцы пришли сюда именно за обуви епископа, но выберем, что бедняки работали на кого-то. Прекрасно. Очевидно, убийцы пытались найти вполне конкретную вещь. И это им не удалось. Преподобный, еще раз прошу вас, откройте сейф. Там лежит то, зачем они охотились. Уверен, преступники это так не оставят. Они еще вернутся, чтобы закончить начатое. А я еще раз повторяю вам, что сейф я открывать не намерен. Что ж, тогда мы зашли в тупик. Упрямый вы человек, преподобный. Ватсон, проводите нашего друга в управление полиции и вызовите инспектора Бейнса. Только Бейнса, ясно? Я подожду здесь. Идите. Наконец-то я один. Теперь можно продолжить расследование. Шерлок любит работать в одиночестве. Я его могу понять. Я сам люблю делать какие-то дела, когда я один. Это позволяет лучше думать. Ни от кого не зависеть. Так, чтобы персонаж двигался, нажимайте рты, я знаю это. Зачем мне об этом говорить? Так, у нас будет теперь повторное исследование, но уже без свидетелей. Я думаю, наша цель поковыряться в сейфе. Мне нужно что-то еще. Да, но я опять не могу ничто здесь применить, да? Ладно, давайте опять начнем осмотр. Применим интуицию. Хорошо, я должен, видимо, взломать дверь на веранду. Мне нужно что-то еще. А нужно тебе, я думаю, и ли это. С этим замком наверняка легко справиться. Посмотрим. Ага, но не так-то просто. Поработаем медвежатниками, да? Ну, не медвежатниками, а простыми взломщиками. Так, использовать. Что мне можно использовать? Здесь есть три варианта. Неправильно. Начнем заново. Так. Могу выбрать только из трех вариантов. Неправильно. 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 А что я могу двигать? Я ничего не могу двигать больше. А, все, понял. Не тупи, не тупи, Бадди. Неправильно. 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 Так. Нужно понять принцип действия. Я, если честно, не силен в взломе замков. Вообще не умею это делать. Неправильно. 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 Так, понял. Наверное, можно двигать каждую отдельно. Неправильно. Неправильно. А, все. Господи, да что ж это глуплю-то. Там вверху есть рисунок, и мне нужно по его примеру создать такую же линию. Так, первая у нас идет прямо, вторая наклонена, третья вверх. Неправильно. Нет. Неправильно. Неправильно. Ну, похожий рисунок. Четвертый я исправить не могу. А, я неправильно взял искомый вариант, да? То есть первый у нас уже стоит. Тот, который я не могу выбрать левый, он уже, как на рисунке, вверху стоит в горизонтальном положении. Второй мы опускаем вниз. Почему я не могу его опустить? А, вот все получилось. Третий поднимаю вверх. И четвертый тоже вверх. Неправильно. Начнем. Что у тебя опять неправильно? Ага. Отлично. Элементарно. Довольно просто, если быть внимательным. Комната практически пуста. Ее наверняка используют для чтения или размышлений. Да. Отдельная комната для чтения и размышлений. В конце 19 века это было нормально. Сидишь тут такой, смотришь на солнышко, размышляешь. Так, ну у нас здесь только стол. Больше я ничего не вижу. Чернильницу недавно опрокидывали. Чернильное пятно. Довольно свежее. На самом краю коврика. Посмотрим. На полу ничего нет. А ведь чернила должны были просочиться через коврик. И о чем это нам говорит? Что там внизу лаз? На полу ничего нет. Ведь чернила. Давайте что-нибудь используем. На полу ничего. На полу ничего нет. Нет. На полу ничего нет. Ладно, пока не понял А зачем его передвигали? Я тебе больше скажу, здесь весь пол в такой разметке А что у нас есть? Подходящая скарпель? Что-то мне нужно Любопытно Верочинный нож? Нет Любопытно Веревка Но палец точно здесь не подойдет Склянка тоже А что, у меня камень? Больше у меня ничего нет Но не палец же Любопытно Что тебе еще за нужно? Что? Чем нам открыть этот люк? Встать на него, нет? Спички тоже здесь не пригодятся Что я могу еще взять Это что сейчас было? Чернильницу не дали пятно на полу Отпечаток пятна на коврике Но они Двери сами закрылись Давайте постоим, посмотрим в окно и поразмышляем Именно здесь Этим мы занимались Так, в дедуктивную таблицу нам ничего нет появилось? Нет, здесь мы сделали все правильно Здесь тоже ничего нет Так, давайте Может быть я опять Из-за своей невнимательности Что-то пропустил из инвентаря Спички? Нет Мне нужно Любопытно Скальпель Мне нужно Перочинный нож Любопытно Так, ну шахматная доска В сейфе была тоже шахматная доска Может быть это как-то связано? Мне нужно Нет Давайте используем интуицию Она нам ничего не показывает Или показывает Что я пропустил? Наверху что-то? Ах Штора Как я уже говорил Нужно Внимательно Смотреть Каждый уголок исследовать Ход конем Да, я тебе больше скажу Он не напоминает Он ей является Под статуей оказалось послание Посмотрим Это письмо писала женщина Но кому оно предназначалось? Интересно Это шахматная партия Подключи воображение Тебе пригодится Страсть к шахматам Правильная клетка Та На которой окажется конь Пройдя все прочие Конь должен пройти все клетки Оказаться на правильной Клетке Извиняюсь за тавтологию Ну давайте попробуем Где у нас тут Так, ну конь у нас входит буквой Г Соответственно Он может пойти Либо сюда Либо сюда Очередная головоломка Давайте посмотрим Конь пошел сюда У него есть варианты Пойти сюда Или сюда Ну сюда давай Я так понимаю Это просто методом подбора Будет потому что Сидеть Думать Как здесь буквой Г И обойти всю площадь Это Больше чем Не интересно Вот это последнее поле Наверняка то самое Плитка здесь должна выниматься Неприятная головоломка Если честно Пришлось повозиться Очень долго потерять времени Вот та самая плитка Что тебе еще нужно Скальпель Перочильный нож Отлично Что здесь очередное письмо Письма которые спрятал священник 24 июля Любовь моя До чего прекрасна Это весна И какой чудесный день сегодня День рождения нашего младшенького Словно маленький цветок Наш милый мальчик Растет и хорошеет С каждым днем И наверняка Он уже скоро заговорит Я уверена Первые его слова Будут обращены к тебе Ведь он так сильно скучает По тебе Как впрочем и я Ты точно не можешь Вырваться к нам В воскресенье После вечерней службы Я думала мы Не туда Так Почему я не могу Листать вниз Я думала мы Это разные письма Видимо Ладно Здесь оно обрывается Я думала мы 14 сентября Мой дорогой Я знаю что проявляю Излишнюю настойчивость Но нам непременно Нужно узаконить наш союз Нельзя же всю жизнь Прожить в грехе 3 марта Поверь мой дорогой Я прекрасно понимаю До чего трудно Твое положение Но как же наши дети Как же я Будущее наших детей Вот наша главная забота Подумай любовь моя Что такое мимолетный скандал По сравнению с семейным благополучием Мы должны официально Обвенчаться И стать наконец Настоящей семьей Да Видимо У священника была Любовь Была женщина Жена Неофициальная Но он не мог Пойти против церкви И выйти замуж Официально Как известно Они дают обет безбрачия Что нам это дало Пачка писем Адресованных его преподобию Какая-то женщина Пишет о его незаконно Рожденных детях Значит интрижка Так так Великолепно Теперь святоша У меня в руках Это компромат Это было письмо Не епископу А Тому преподобному Который Не давал нам Ключи от сейфа И кричал о том Что нужно вызвать Полицию Так я думаю Мы здесь закончили Нужно идти обратно В ту комнату А Ватсон Надо сказать Вы совсем не спешили Не привели инспектора Бейнса? Увы нет Холмс Инспектора не было на месте Доктор Ватсон Запретил мне Говорить с кем-либо Из инспекторов Кроме Бейнса Что за манеры Я служитель церкви Преподобный Я вижу Вы большой любитель шахмат Нетрудно удержаться От соблазна Закончить начатую Кем-то партию Так значит Вы эксперт И в шахматах Ну что ж Буду знать И что вам нужно? Как вы наверное догадались Решив вашу шахматную задачку Я обнаружил Несколько Весьма любопытных писем Письма? О чем они? Преподобный Зачем прятать письма здесь Где их мог обнаружить епископ? Холмс Что в письмах? Не сейчас, Ватсон А где еще мне было их прятать? Не в своей же келье Там голые стены Но я знал Что его преосвященство Мир праху его Ничего не заметит Меня очень интересует Содержимое сейфа епископа Дайте мне ключи, преподобный Это невозможно Так Ты все Продолжаешь упираться, да? Давайте попробуем шантаж Мне придется придать огласки Вашу корреспонденцию Я джентльмен И мне не хотелось бы этого делать Холмс Я понимаю Цель оправдывает средства Но все-таки Я не одобряю Такие методы ведения расследования Вы не джентльмен Вы подлый шантажист Сейф открывается С помощью стержней Разбросанных по комнате Разбирайтесь сами Так Стержни разбросанные по комнате Я думаю их будет много Судя по тому, что в сейфе много дырок Давайте мы займемся этом В следующей серии В этой серии мы исследовали Небольшую, но Полную головоломок и вещей Интересно для расследования Комнаты Продолжим в следующей серии Спасибо за внимание С вами был AnybodyPlay Все, пока Пока Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok